Офисы, расположенные на цокольном этаже дома на улице Школьная, вспыхнули минувшим вечером. Местные жители были уверены, что возгорание произошло из-за перегрузки электрической сети. В офисах множество техники, постоянно подключенной к электричеству. Однако, собственник помещения уверен, это был поджог. Мнение сторон у Салавата Мухамадулина. Сильный пожар был, пожар, конечно. По словам жителя этого дома, пожар был сильным. Мужчина рассказал, что живет на первом этаже. Ближе к восьми часам вечера он почувствовал запах гари. Сначала особого значения этому не придавал. Но уже позднее, по его словам, стало невозможно дышать. И дым начал заполнять всю квартиру. Выйдя на улицу, увидел, горит цокольный этаж жилого дома. И весьма неслабо. О возможности распространения огня тогда не думал. Беспокоился за состояние своей двухлетней дочери, которая могла надышаться угарным газом. Единственное, ребенка в больницу свожу, проверю все. Жители этого дома были уверены, что возгорание произошло из-за перенапряжения электрической сети. По их словам, в подвале находятся офисы с множеством техники, постоянно подключенные к электричеству. Проводка, по их мнению, просто не выдержала. А вот владельцы этого помещения были почти полностью убеждены, что пожар произошел по другой причине. Поджег, наша версия. Поджег, подожгли. Потому что окно было разбито и горело. По их словам, окно помещения было разбито еще до приезда пожарных. И уверены, что кто-то просто хотел им таким образом насолить. В результате пожара сильно пострадали архивные документы и мебель. А также некоторые квартиры были заполнены дымом. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Салават Мухамадуллин, Афиса Минязова, Дельмула Ахметов. Вызов 112.